Снова мы на смотровой площадке, отель Бари, только уже немножко с другой стороны зашли. С другого стороны от лифта. Обалдеть! Вот отсюда можно, кто собирается посидеть, пар коленей повернул голову, чтобы посмотреть остров Феникс. Вот отсюда вечером приходите, и вон он там. Два дома отсюда видны великолепно. Вон это дома, которые там переливаются. Вот он, вот, да. Вот такая вот вид отсюда с 33 этажа, все как на ладони. Вон это Феникс, и не надо ехать, 42 юаня платить за вход. Здесь все бесплатно, спокойно поднимается на 33 этаж. Отель Бари. У кого боязни высоты, это будет очень жестко. Скорее, да, высота очень. Люди будут маленькие, даже не наблюдишь. Вроде бы 33 этаж, а? Угу, вроде бы. Людей не видно. Слушай, интересно, а вот этот купол, что это там? Вот пьяный мост переливается. Тут можно все, никуда не ходить, отсюда все посмотреть. Нет, но когда ты пришел... Нет, ну это да, вот пьяный мост. А, ну да, вот пьяный мост мы вчера были. Семенки мигают, мы вчера ходили на него, ездили. Дома деревьев не летают, а не дальше, а столовая. Нет, когда приблизишь. Слишком близко. На Тавсуле, да, ведем. Да. Ну, это отель виден на Тавсуле. Ну, да. Вот рядом с ним такой же находится, только с голубыми балконами. У него нет никаких, чтобы у него нет никаких, чтобы у него нет никаких, чтобы у него нет никаких. А этот, он как узенький, такой очень высокий. Вот центральная дорога. Так что, вечером отсюда великолепный вид. Приходите, не пожалеете. Вот свободно, никто ничего не говорит. Вот такие подсветки, дома там светятся, а то олени побежали. Ну, глядь, как этот феникс переливается на феникс, видишь? Дома феникс. Искусственный остров Феникс, где стоят четыре вот этих здания, которые там устроивают цветовое шоу. Семизвездочный отель. Семизвездочный отель. Правда, у них бассейна такие прикольные, бортики из стекла сделаны, прозрачные. Семизвездочный отель.